Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы отправляемся из Горловки в Донецк. Всем привет! На связи Донецк. Ко мне сейчас сюда едут моя Таня. После секунды она всё ближе и ближе ко мне. Я уже её жду и выглядываю. И у меня для неё здесь вот такой подарочек. А что там? Мы посмотрим всё на него позже. Что-то мне кажется, что кто-то уже приехал. Это кто там у нас стоит? А с кем ты бортаешь? Я тебя сниму. Никто не хочет снимать нашу встречу. Да. Максимочка, ты такой большой уже. Да я всех подерживаю. Всё, ребят, приехали в Донецк. Сняли апартаменты. Сразу Максим включил телевизор. Ксюха. Да, вот. Кстати, познакомьтесь с моей любимой Ксюшкой. Ну, вы её уже знаете. Ксюша сразу чайник поставила. Чай на долю. Да, заботливая. Подожди, ну покажи пирог-то свой. Пирог, пирог там ещё стоит. Здесь Макс будет спать. Здесь мы с Ксюшей будем вечером обсуждать жизнь. Но здесь, правда, на фотографии было два этих самых. Ну, мы как-нибудь разберёмся в обсуждении жизни. Вот. А здесь у нас спальня. Вот. А здесь у нас кухня. Вот такой вот пирог спекла Ксюша. С чем пирог у нас? С грушей и орехи. Ксюша молодец. Ксюша рукодельница. Такая заботливая. Вам чай готовит. Ой, как приятно. Макс, это кучина. Да. А нам чай от чина. О, принцесса Ява. А мы пьём принцессу Тури. Вот это зелёный и чёрный. А чёрный просто классический? Да, просто чёрный. Давай зелёный. Это зелёный с лимоном. Это зелёный какой-то с цитрусом. О, давай зелёный с цитрусом. Вот тебе подарочек от меня. Блин, Ксюха, это как раз то, что я хотела. Я хотела магнитик. А ты Донецкий горловка. Как я с горловку. Магнитик Донецк. И что это? Кружка. Офигеть. Я же говорила, у нас нет с тобой ни одна нормальная фотография. Сегодня надо это исправить. Подруга моя дорогая, мне очень тебя не хватает. Я часто тебя вспоминаю, грущу, времена не бывает. И жду с настроением. С нетерпением к чаю. Я крепко тебя обнимаю, родная, я очень скучаю. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Ну, я тебе тоже с подарочками приехала. Вот тебе подарочки. Ух ты. В общем, косметика. Я такое люблю-люблюда. Да. Всё, хорошо. Тут вообще в одной серии всё. Да. Это твоё? Это моё. Да. Ну, прям красота. Да. Будешь ухаживать. Девочки косметику любят. Да. Всегда. Девочкам косметика лишней не бывает. Это вот как раз в тему. Всё. Спасибо. Подключай. Тут даже лепнина есть. Ксюх, ты не помнишь, что за дом? Он хрущёвка, что ли? А, я не знаю, как он называется. Ну, короче, старый дом. Мне кажется, ещё довоенный. Вот. Ещё раз покажу вам, что тут как. Тут даже кондиционер есть. О, телек есть. В общем, Wi-Fi подключили, говорю, можно оставаться. Максим говорит, интернет ловит хорошо. Я говорю, ну всё тогда, остаёмся здесь. Ксюша нам тортик спекла, пирог. Вкусный такой. Ксюша, помаши ручкой. Сидели. Вот торт, пирог какой. Ксюша нас накормила. Пойдём сейчас снимать обзор Донецка. Это выйдет в отдельном видео. Я купила себе в аптеке свои любимые таблетки от горла. В России, может, аналоги какие-то есть, я не знаю. Но в России их не продают. Вот, Септифрил. Я взяла себе две упаковки. Надо будет ещё, наверное, взять. У меня они очень помогают от горла. Сейчас пока есть Wi-Fi. Кстати, Wi-Fi называется Максим. Пока есть Wi-Fi, я записала видео для Лёши, для мамы. Я же не на связи. Ну, через Ксюшу я на связи. Так. Ну всё, ребят, пойдём снимать Донецк. Донецк, кстати, мы с Максом в Донецке не были 7 лет. Донецк красивый, великолепный. Ну, в общем, вы увидите сами, да. Ухоженный, классный. Да, и в нём вот такие замечательные люди. Вот здесь находится технологический факультет Донецкого национального университета. Очень престижное место. Я когда-то и сама мечтала здесь учиться. Очень хотела поступить на жирфак куда-нибудь. Ну, не сложилось. Почему-то. Так это получилось. Ну, а дальше парк Чербакова. Нам прямо-прямо пройдёмся. Покупляемся. Тут даже вот такое есть, представляете? А МакДак здесь как называется? Дон Мак называется. Ребят, магазин Комфи. Чем больше покуптив, тем меньше наши тины. Не работает, да? Не работает, давно уже. У нас магнитик есть. Ребят, сегодня я вспомнила, что у нас был магазин Фокстрот. Теперь Комфи. А вот это старые АТБ. Были такие АТБ. Вот прям АТБ магазин. Такая ностальгия. А теперь это первый республиканский супермаркет. Пришли к Донбасс-арене. Смотри, как у меня фотоаппарат снимает, Ксю. Красиво. Ну, нормально, да. Светлее, чем есть. Да, если только в Донбасс-арену подсветку включили. Да. Подсветка не включена, к сожалению. Но это нас не останавливает. Мы все равно туда идем. В общем, Ксюша нас привела в сад камней. Вот оно. Ой, здесь вот это. Подсветите мне вот это. Так я вам покажу, как это выглядит. Ну да, красиво. Вот так вот вам поснимаю. Потому что здесь действительно красиво. У-у-у-у. Причем, главное, здесь телефон. Донбасс-арене. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Комендантский час? Комендантский час с 11. Все заведения работают до 10 вечера. В 10 вечера бывает в кафе сидишь, официанты подходят, уже просят счет. Куришь кальян у тебя прям наглым образом. Кальян уже забирает в некоторых заведениях бывает. Люди ходят. И все. Прям по дороге. Да, все, город спит. После 10 заведения работают и все. После 10 можно встретить гуляющих людей, но в основном мало и где-то в центре. По центральным районам, типа парк Щербакова, бульвар Пушкина. Да, там жизнь кипит. Вообще ни машин, ни людей. У нас в основном после 8 вечера город замирает. Такие более отдаленные какие-то эти. А если куда-то на крайну заехать? Там и фонарей нет. Кстати, да, есть такие районы, где особое освещение нет. А вот Блэк Стар Бургер. Тимати не постеснялся. В отличие от других. Этих, как они там называются? Сетевых магазинов. В Донецке. А что, это серьезно он, да? Ну, посмотри. Я не знаю, он или не он. Может, это типа подделка? Ничего не могу тебе сказать. Ну, все равно не побоялись. Ну, за бренд-то надо платить, как-никак. Ну, такая маленькая забегаловочка. И никого нету. В 18.00 работала. И оно подсвечивалось разными огнями. Подсвечивалось вот это здание. Было безумно красиво. Но сейчас цвет горит. Четыре окна светятся. Какие-то министерства здесь находятся. А что конкретно, я не могу сказать. Уберилась. А тут, по-моему, на вот этих лавочках я тебе снимала. Вот это видео. Смотрите, здесь есть эти велосипедные дорожки. Мы зашли на бульвар Пушкина. Идем к его середине. Там более-менее хотя бы оживленно. Мы только что зашли в магазин. Называется, как он? Геркулес-молоко. Мы сегодня только за такие магазины уходим. И купили, ребят. Я вот прям не могу. Не могу не показать. Не могу удержаться. Ребят, настоящий живчик Абалонь. Абалонь из Украины. Господи, боже, мы взяли две бутылки. Сегодня будем... Напьемся. Я же работала на Абалоне. Я не знаю, это, кстати, Абалонь производят или нет. Там написано вроде Абалонь. В основном все российские товары, но есть еще и украинские товары. И весь прикол в том, что они здесь дороже, чем у нас. Зарплаты маленькие, а цены на продукты выше. Это просто... Это жесть. Что-то щебе. Да, это печально. Это дом правительства. Это пальма мерцалая. Она выкована из одного рельса с помощью молота. Что там чего-то? В общем, это как символ Донецка. Он на гербе, по-моему, города находится. В виде пирамиды. В простонародье просто пирамида. Рика. Мика. Это же Мика. Мы сюда с сестру приходили, к караоке пели. Я представляю. Гуляй, шальная, я пиратрица. Что, серьезно пели это? Это была бы срекарная песня. Это улица, похоже, у нас в Краснодаре на красную. А, ну, там такая же парковая. Да, кафешки. А это бульвар Пушкина. Тоже кафешки здесь. Тоже кафешки здесь. Здесь прям жизнь кипит. Там центральный отель, там госпала. Красиво здесь. Еще фонтаны красивые. К сожалению, они же много. Вот так, да? Вот так, как у него было. Сырная тарелка, хлебная тарелка. В общем, включили Relax.fm. Будем сидеть. И наслаждаться. У нас пижамная вечеринка. Продолжение вечера. Да. И спальню пока не собираемся. Да, у нас еще столько тем, которые нужно обсудить. Вот именно. Ведь подруга – это лучший психолог. А она мой психолог, и я ее психолог. Вкусное, помашнее вино, кстати. Да, папа мой сделал. Дядя Саша, прям респект. Вот такое вино. Вы еще здесь? Спокойной ночи. А мы посидим дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова